Здравствуйте! Сейчас мы научимся с вами создавать простейшую таблицу в программе Excel. Таблицу можно создать такого вида, как обычный список покупок, товары, их количество, цена и сумма. Что требуется для ее создания? Прежде всего, мы напишем заголовок, список товаров. После этого сделаем таблицу. Сначала идет товар, далее идет количество, цена и сумма. Название столбцов мы заполнили. Теперь заполняем таблицу дальше словами «хлеб», «молоко», «масло» и «того» для того, чтобы в дальнейшем рассчитать результат. Заполнили. Для того, чтобы табличка выглядела красиво, нам нужно сделать щелчок на верхней левой ячейке, выделить ее и провести, не отрывая мышки на все нужные графы вправо, а затем вниз. Когда все выделено, мышку можно отпустить и выбрать значок «все границы», в результате чего появятся границы таблички. Теперь требуется вписать значения 1, 2, цены 25, 45, 30. После ввода мы вводим сумму. Сумма вводится по формуле. В ячейке нужно поставить знак «равно». Ставим знак «равно». Щелкаем по ячейке с количеством. Поставим знак «умножение», звездочку. Щелкаем по ячейке с ценой и нажимаем Enter. Результат появился. Формула нужна в каждой ячейке столбца сумма. Для этого выделяем ячейку с уже созданной формулой, переводим мышку в нижний правый угол и тянем левой клавишей мышки еще две ячейки. И значения появились. Теперь требуется посчитать итоговую сумму по всей цене покупок. Для этого щелкаем по нужной ячейке, ставим знак «равно». И, не отпуская левой клавиши мышки, тянем с верхней по нижней ячейку графы сумма. Теперь делаем следующее. Формулу в ячейке «итого». Берем в скобки. А перед скобкой русскими буквами пишем слово «сум». И на этом наша формула закончилась. Это простейшая формула суммы трех ячеек. После того, как мы создали таблицу, нам потребуется ее облагородить. Как мы видим, слово «количество» не поместилось в ячейке. Для этого нам нужно навести мышку к самому верху нужного столбца. Когда появятся стрелочки, необходимо расширить столбец, нажать мышкой и немножко отвести вправо до нужной ширины. Теперь можем выделить название таблицы и сделать его жирным. Выделяем, жмем. В первую строку таблицы делаем текст жирным. Итоговую ячейку можно выделить и сделать тоже жирным шрифтом таким же способом. И наименование товаров можно сделать, к примеру, красным цветом. Тоже щелкаем по ним, щелкаем по красному цвету. Таким образом, у нас появилась самая простая таблица. Разумеется, это далеко не единственный способ, как можно сделать таблицу. Кстати, значения в таблице можно отцентровать. Для этого выделяем. Щелкаем левые клавиши мыши по нужной ячейке, не отпуская, ведем дальше, захватывая все ячейки, в которых нужно отцентровать значения, и нажимаем кнопку по центру. Теперь таблица стала более профессионально выполнена. Разумеется, можно различные формулы вносить в таблицу, делать более сложной таблицы, но, как самый простой вариант, это наглядный пример таблицы. На этом с созданием таблицы все.